Всем привет, с вами Дмитрий Луценко и проект Ferrum.com Сегодня к нам приехал Xiaomi Mi 4C Это один из смартфонов Xiaomi серии Mi 4 Как можно догадаться по названию После выпуска первой оригинальной модели Производитель решил продолжить традицию Производство компактных, хороших смартфонов И выпустил Mi 4i, который у нас уже находится на тесте Обзор будет, скоро обещаем И Mi 4C, собственно говоря, вот это самый свежий Девайс, он приехал к нам совсем недавно И сегодня мы произведем его распаковку И посмотрим, с чем он поставляется И, собственно говоря, познакомимся с устройством Коробка, как мы видим, поменяла дизайн Ранее компания паковала свои устройства В коробке из переработанного картона Внешне они были, так скажем, полностью сделаны Из переработанной бумаги Это было и касалось инструкции И полностью всего, что относилось к упаковке Сейчас, как видим, оранжевая она стала Видимо, либо для серии C, как мне кажется Либо для, в принципе, своих продуктов Компания решила изменить дизайн коробок и упаковки в целом Сзади у нас традиционно имеется наклейка На которой у нас на китайском, не совсем понятном мне Написаны основные характеристики Это батарея емкостью 3080 мАч, что неплохо 808 Snapdragon, как можно догадаться И, собственно говоря, MIUI и так далее В принципе, не очень понятно, что здесь написано Потому что все на китайском, все иероглифами Давайте откроем коробочку И, собственно говоря, посмотрим, что у нас внутри Внутри у нас имеется смартфон Отложим его в сторону Под лотком для смартфона нас ждет инструкция Ну, как видим, производитель существенно поменял подход к дизайну Раньше это был конверт, в котором укладывалось все А теперь это вот такая вот пластиковая ленточка из пленочки Очень похоже на упаковку айфонов серии C Только они были в пластиковых коробках, как айподы Если мне не изменяет память И, собственно говоря, инструкции там тоже так поквалось Шпилька для изъятия лотка Больше здесь нас интересного ничего не ждет Едем дальше Здесь у нас имеется адаптер питания Адаптер питания с током на выходе 2 А при 5 В В принципе, от такой вот маленькой коробочки Наш смартфон с батареей на 3080 мАч Будет заряжаться порядка полутора часа Может чуть больше Что я считаю уже очень неплохо И у нас здесь кабель Кабель у нас здесь не совсем простой Потому что этот кабель USB Type-C Этот стандарт новый USB, он симметричен Пока что кабели этого типа, они идут не полностью симметричны Потому что компьютеры с этим стандартом портов не распространены Пока что, насколько мне известно, это только Apple'овские макбуки Может в новых материнских платах уже тоже начали внедрять этот порт Ноутбуков обычных с USB Type-C выходами я не видел Поэтому пока что большинство производителей на одном конце вешают стандартный, собственно говоря, USB В данном случае 2.0 Мне уже известны примеры использования 3.0 технологии, но здесь 2.0 Стандарт очень интересен и очень удобен в быту, как я мог убедиться на практике И то, что Xiaomi тоже уже начинает плавно на него переходить, мне однозначно нравится В пресс-изображениях очень многие замечали и некоторые даже спрашивали По поводу того, комплектуется ли переходником, который изображен практически на всех пресс-картинках Как видим, в комплекте у нас идет Type-C кабель, а не microUSB простой И никакого переходника с microUSB на Type-C у нас здесь нет Сам смартфон, давайте снимем с него пленочку Торжественно Включим его и пока он будет включаться, я расскажу вам об элементах управления Пока я словил блики, пока это возможно, вам видно Спереди у нас находятся 3 сенсорные кнопки Меню домой и назад, которые подсвечиваются Также у нас имеется дисплей 5 дюймов, Full HD, что очень круто Логотип производителя, динамик, видно мне, во всяком случае точно мне, видно датчики И видно разговорный динамик и фронтальную камеру Если я не ошибаюсь, справа от нее находится индикаторный светодиод Который пока что не мигает по понятным причинам, потому что нет никаких уведомлений Но мне кажется, что он будет работать Далее у нас идет на тыльной панели еще одна пленочка Которую неплохо было бы снять Вот, да, так значительно лучше Нет, еще не все, еще одна На камере Противная не снимается На тыльной панели у нас имеется огромная зона перфорации динамика Под ней маленький выступ, который будет препятствовать заслонению динамика Когда смартфон лежит, тыльные панели на столе Опять-таки логотип зеркальный Сдвоенная светодиодная вспышка Камера И шумоподавляющий микрофон На левой грани у нас имеется лоток Под две симки, если я не ошибаюсь Снизу у нас USB Type-C Основной микрофон Сверху инфракрасный порт внезапно Мини-джек И, собственно говоря, справа кнопка питания Качель регулировки громкости, как обычно В целом в руке лежит очень приятно Мне нравится В последнее время почему-то одни лопаты на тест попадаются Вот этот смартфон действительно приятно лежит в руке Как мы можем видеть, качество дисплея достаточно хорошее Углы обзора у него по первым ощущениям отличные Они под каким наклоном ничего у нас не искажаются Максимальная яркость также достаточно высокая Она выставлена сейчас Освещение в данном помещении очень хорошее Но, несмотря на это, экран, как мне кажется, достаточно хорошо его перебивает И изображение на дисплей видно просто замечательно Давайте пару слов о железе Здесь у нас установлен 808 Snapdragon Видеоускоритель Adreno 418 2 гигабайта оперативки Что не очень много, но в целом тоже хорошо И 16 гигабайт встроенной памяти Это у нас простая версия, не Advanced Поэтому памяти у нас здесь меньше Собственно говоря, дисплей, как было уже сказано 5-дюймовый Full HD Многие наверняка начнут говорить, что этот процессор не топовый И он не будет выдавать максимальное количество попугаев Но, как показала практика, он хорошо себя продемонстрировал в LG G4 Где у нас установлен на минуточку 2K дисплей У которого ощутимо больше пикселей, которые нужно отрисовывать Здесь у нас дисплейчик разрешением поменьше Поэтому, я думаю, к производительности вообще никаких вопросов не будет По первым ощущениям, у нас оболочка работает шустро Возможно, эта ситуация как-то изменится в будущем Я надеюсь, что нет Но если да, то мы обязательно расскажем об этом вам в подробном видеообзоре Как, собственно говоря, расскажем и о всем остальном И о качестве звука, и о камере, и об автономности, и обо всем Если у вас есть какие-то вопросы по этому девайсу Что-то неординарное, возможно, вам хочется о нем узнать Обязательно напишите об этом в комментариях к этому видео И мы на эти вопросы ответим уже в нашем видеообзоре Который, я думаю, будет в ближайшем обозримом будущем Не думаю, что мы будем с ним тянуть В принципе, на этом у меня все Ссылки на самые выгодные предложения по покупке смартфона Будут ждать вас в описании этого видео С вами был Дмитрий Луценко, проект Ferrum.com Не забываем ставить лайки и подписываться на канал Всем спасибо за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok